Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова я, Валерий Крючков, в авторской передаче «Защити себя сам». Сегодня мы поговорим с вами о методах защиты, которые основаны на обычных бытовых движениях, на обычных бытовых действиях, которые мы, в общем-то, делаем изо дня в день, но и не думаем, что они могут стать боевыми. Обычные движения, которые мы с вами делаем изо дня в день, и в день по несколько раз, это, например, умывание. То есть мы берем и умываемся. Мы умываемся, особенно у кого есть волосы, они их зачесывают. То есть мы умываемся. И так умываемся, и так умываемся, волосы зачесываем. То есть это движение, которое всем знакомо. Вот, как его применить в самообороне, как его сделать, это движение боевым. Итак, вам наносит удар. Оп! То есть вот то же самое, что мы зачесали волосы. Произошло то же самое. Теперь медленно разбираем, смотрите. Увидели движение, мы сразу оп, ручки в пригоршню, и как бы зачесываем волосы. Все осталось то же самое. То есть никаких движений других нет. Единственное, что добавляется, это испуг. То есть мы испугались. В общем-то, то же самое и действие от бокового удара. То есть мы стоим, мы увидели удар, и мы начинаем действовать. Оп! То есть мы сделали то же самое. То же самое зачесали, посмотрите. Так что там волосы. Раз, зачесали. Значит, что дальше идет? Как происходит движение дальше? То есть мы разобрали, как это действует, да? Придет удар. То есть мы раз, разобрали, как это действует. Дальше у нас есть возможность просто ударить этой рукой, или просто зайти ударить коленом в пак, а потом еще колену в голову. В общем-то, все. Итак, произойдет таким образом. Следующее движение – это мы вот умываемся. Движение умывания. То есть это делают все, и люди, и животные. Это очень простое и легкое движение. Просто когда нас обучают делать какие-то движения, которые именно для боевых искусств, они очень сложные. Но русские люди, они всегда побеждали во всех войнах, потому что как раз они и не заморачивались специальными какими-то, это было специальные отделы каких-то боевых искусств для избранных людей. Это были те же действия с рогатиной, с лопатой, с вилами. Это те же действия, там, кувалда, это те же действия, когда мы пилим. Значит, все действия, которые были в хозяйственно-бытовых работах, те же самые переносились на боевую работу. Сейчас мы делаем опять умывание. То есть наносится удар, мы умываемся, видите, и сразу стыкаем его. Просто обычное умывание. И то же самое, хлоп ему. Ну уж, коль скоро мы заговорили об ударах кувалдой, это вот очень интересно. Это прямо, это стопроцентная имитация удара кувалдой. Значит, как его можно применить? То есть наносится удар ногой, прямой удар ногой. То есть мы увидели атаку, что замах кувалдой – это защита. Замах кувалдой. Значит, здесь все происходит таким образом. Если он близко налетел, то первое же действие, которое вот у меня как бы кувалда в руках, первое действие, если близко, мы начинаем вот отсюда, потом бьем туда, если он оказался чуть дальше. То есть вот, получается, потом туда. То есть, в общем-то, это как бы вариант такой беспроигрышный. И плюс к тому, что замах и удар происходит как одно целостное движение, как бы мы кувалдой. Происходит здесь то же самое. Присмотритесь к себе внимательнее, какие вы действия выполняете. И подумайте, как можно это все использовать в самообороне. Вам будет гораздо легче, и вам будет спокойнее жить. С вами был я, Валерий Крючков, авторская передача «Защити себя сам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова